здравствуйте уважаемые зрители моего канала с вами инкогнито татьяна и мы сейчас вместе с вами находимся в центре днепра на европейском бульваре возле цума вот это вот здание перед вами это здание от сумма но сегодня речь пойдет не о цуме сегодня вас поведу в торговый центр пассаж он находится напротив сумма а вот здесь у нас французская карусель раньше был фонтан даже не знаю что лучше карусель или фонтан а вы как думаете а вот это серое здание с большими стеклами это здание пассажа в далеком екатериносламе на этом месте был нижний троицкий рынок и все здания которые здесь на нем находились были то ли торговые то ли это были гостиницы и много раз этот квартал у нас перестраивался каждое тысячелетие буквально пару раз перестраивалась и от той старины глубокой ничего не осталось теперь это все выглядит так а как это выглядело когда я еще помню я вам сейчас покажу здесь у нас находилась гостиница центральная а туда чуть дальше находился у нас детский мир итак гостиница центральная вот такое интересное здание построена в стиле сталинского вампира она устроилась у нас 1957 1959 года и архитектор его тульчинский теперь это все выглядит вот так дальше пройдем по проспекту я варницкого вперед и посмотрим что у нас было дальше а дальше у нас был как я сказала детский мир детский мир это тоже было интересное здание она мне очень нравилась мы часто бегали туда за какими-то покупками и к новому году здесь были множество елочных игрушек и и елки очень было интересное здание вот так она выглядела автор проекта александр красносельский построена она в 1937 1938 годах открылась как детский мир в актив в июне 1939 года ну после великой отечественной войны она сгорела потом она перестраивалась вот в восьмидесятых годах она выглядела вот так и вот отстроили сверху вот такой вид она имела а потом когда весь этот квартал перешел в частные руки эти все здания были снесены и новый хозяин решил построить здесь здание пассажа новое здание руководителем проектной группы здесь был александр дольник вот по его проекту по проекту вернее его группы построена вот такое вот здание и здание построено 2008 2011 году вот так вот она выглядит мы сейчас зайдем туда во внутрь и посмотрим как она выглядит изнутри стеклянный потолок в этом здании но так особо архитектура меня не привлекает как видите здесь и конструктивизм и минимализм смотрите-ка фасад украсили зеленой травкой ну да серое нужно разбавить зеленью и садовник поливает ну а мы пожалуй пойдем во внутрь так что же мы видим будем смотреть рассматривать что у нас в магазине эскалаторы видно магазины со скидками держись карман ой 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 70 процентов скидки ой ой 70 процентов скидки ну да пойдемте дальше Андора вижу эскалаторы бузят людей ну в общем магазины можете сами рассмотреть какие здесь есть магазины но во всех магазинах сейчас скидки кому интересно можете зайти посмотреть кто живет в Днепре а кто не в Днепре давайте будем смотреть ой мужчина нашелся смотрите какой мужчина а кто живет в Днепре без сердца без левой руки без кармана и по всей видимости без кошелька наверное ждет свою жену бедненький мне его жаль что вы думаете по его поводу что с ним случилось кошмар ну ладно я его оставлю поеду на второй этаж такое интересное здесь здание внутри переплетение эскалаторов налево и направо еще какие-то переходы здесь и ювелирные магазины есть кого интересуют и есть ателье ну вот едем вверх посмотрим что вверху опять распродажа скидки скидки здесь в магазине и взрослая одежда и детская есть и такой здесь вид вам ничто не напоминает этот вид мне кажется пятый элемент вот когда между домами такси ездила только вот такси нет так что напоминает город будущего ну мне во всяком случае а вам как кажется похоже на город будущего можно посмотреть какие магазины можно посмотреть какие магазины в этом торговом центре людей побольше чем в лайбрере а это смотрите какой стеклянный переход здесь есть и посмотрим вниз какой здесь вид вниз страшно наверное по переходу ходить какие маленькие там люди ходят внизу ну вот этим женщинам не страшно пошли за скидками а мы едем вверх шутки шутки нам не нужны а это вид из пассажа на противоположное здание здание сталинки вот такой вид открывается из магазина дорога трамвайная линия и тут вот такая туфелька но к ней мы подойдем попозже пусть постоит пока а я смотрю вниз голова кружится да это здание внутри совсем не похоже на лайбрери кто не видел лайбрери посмотрите у меня есть такое видео торговый центр лайбрери здесь все по другому как вам кажется какой центр лучше этот или лайбрери ну пожалуй я устала выхожу из магазина и покажу вам прекрасную туфельку и вот у входа в магазин стоит вот такая вот туфелька замечательная на высоком каблуке интересно кто же ее потерял какая такая золушка стоит себе ждет хозяйку по всей видимости или принца какая красота из чего она сделана знаете я вам сейчас ее покажу поближе смотрите-ка видите из чего она это нержавеющие кастрюльки и крышки к ним смотрите как все сделано как все интересно каблучок из кастрюлек разного диаметра правда чудо очень интересно у кого-то в городе есть еще такие хрустальные башмачки напишите мне в своих комментариях а на этом у меня все кому понравилась сегодняшняя прогулка ставим лайки пишите комментарии и всем пока-пока